Удобные флаги И связано возникновение так называемого удобного флага В первую очередь с тем, что были установлены уже в то время достаточно высокие стандарты трудовых в условиях моряков И заработной платы, и в условиях труда Соответственно, как в любом нормальном государстве Должны были быть отчисления и на пенсии, и на социальную поддержку И все, так сказать, и с подобным Судоволвецы начали искать способ, каким образом можно обойти такие расходы В первую очередь здесь стоял финансовый аспект, финансовое соображение И, собственно говоря, одним из первых был придуман так называемый либерийский флаг Значит, Либерия — это маленькая страна Баврики В которой, собственно говоря, никакого флота тогда не было вообще Сегодня это государство, под флагом которого плавает подавляющее большинство мирового флота То есть самый большой, то есть то, которое является самым крупным, самый крупный плод в мире Я помню еще в советские времена, значит, советская статистика себя обязательно сравнивала с Либерией по количеству, значит, торговых судов И на самом деле эта схема была придумана такой, что и сегодня администрация либерийского флага — это, собственно говоря, американская компания, которая находится в США То есть для того, чтобы зарегистрировать судно под либерийского флага, нужно обратиться в американскую компанию, которая и представляет либерийскую администрацию в Москву Ну и потом таких стран стало все больше и больше И фактически сегодня это общепринятая система регистрации судов Значит, когда судно регистрируется по одними из таких, так сказать, удобных планов Значит, что позволяет судовладельцам избегать социальных выплат Ну, правда, надо отдать должное, что моряки при этом, как правило, и не платят налог на свои доходы Но проблема в том, что в этих странах крайне неразвитые трудовые законодательства То есть, так как по сравнению с теми странами, где моряки живут, там отсутствует фактически какая-либо защита правовая со стороны государства Ну и она, и ее невозможно обеспечить и технически, и не больше прийти в либерийский суд, в заработнику для того, чтобы там отсутствует заработную плату Значит, соответственно, Международная федерация транспортников разработала стратегию и тактику борьбы с этими платьями То есть, борьба эта происходила и происходит путем, во-первых, контроля тех судов, которые заходят в порты С травм, в которых есть профсоюзно-членская организация ITF Была учреждена специальная инспекция ITF, которая занимается посещением судов Обязательно проверяется условия труда, значит, какой уровень заработной платы И каким образом моряки защищены в части страхования жизни и здоровья Был также разработан специальный, ну, как называется, коллективный договор МФТ Значит, где были прописаны стандартные условия И были установлены некие стандартные заработные платы, которые предполагалось требовать у судовладельцев Таким образом, ITF тоже стал фактором международного судоводства И сегодня солидные судовладельцы, которые работают с солидными владельцами грузовой базы Значит, обязательно заключают коллективные договоры с организациями, состоящими МФТ, либо напрямую с МФТ Грузовладельцы, в свою очередь, просто требуют У них это записано Стандартных проформах Договоров на перевозку Чакара, как говорят, моряки Значит, условия, чтобы на судне Судно Сказать было Чтобы там был Коллективный договор МФТ, чтобы моряки были защищены В результате выстроилась некая такая система, которая, с одной стороны, она не приводит к исчезновению удобного флага Потому что, ну понятно, что бизнес всегда ищет, это как вода Значит, если есть какая-то щель, она обязательно туда, так сказать, прольется То же самое с бизнесом и с частными деньгами То есть, если какая-то щелка где-то в законодательстве, обязательно там образуется нечто, которое будет на этом иметь какой-то, так сказать, доход Ну и, как бы, удерживаясь в такой вот более-менее равновесии Ну, надо сказать, что система удобных флагов позволила стать морскими державами многим мелким странам Даже в такой великой морской державе, как Монголия, где вообще нет никакой реки, никакого моря Но есть в Монголии флаг на, так сказать, океанских судах Ну, за эти годы уже выработаны определенные, так сказать, штандарты Более того, в конечном счете, вот эта вот системная работа, именно она привела к тому, что была создана конвенция МОД по труде в морском судоходстве То есть, собственно говоря, надо сказать, что труд моряков – это некий такой международный рынок труда И в рамках МОД было создано и принято достаточно много конвенций о труде моряков Ну, наверное, сравнить можно только с Угличи, по которым тоже, так сказать, конвенция была принята Но, тем не менее, по морякам, мне кажется, больше И, в конечном счете, вот эти все конвенции были сведены в одну из них Практически в международный трудовой плод для моряков Которая вот сегодня у нас действует Ну, как вчера мы уже обсуждали Частично выполняется В Российской Федерации частично нет Но, тем не менее, все больше страны В том числе государство Удобного флаг принимает эту конвенцию И в той или иной степени начинает ее выполнять Значит, ее особенность состоит в том, что, ну, пожалуй, это главная особенность То, что она предполагает обеспечение выполнения такой же, как конвенции международной морской организации Которые требуют от государств Которые ратифицировали эту конвенцию Значит, чтобы они требовали выполнения условий этой конвенции От всех судов, которые заходят в его порт, этого государства То есть, если Российская Федерация ратифицировала конвенцию А, например, какое-то государство Х не ратифицировало Суда под флагом государства Х, заходя в порты Российской Федерации Обязаны придерживаться требований конвенции Таким образом, фактически, обеспечивается добровольно-принудительное выполнение условий подобных конвенций Вот, в двух словах То есть, у меня ратификация конвенции не спасает государства? Совершенно верно Совершенно верно Кстати, такой же механизм заложен в том числе и в конвенцию о труде в рыбном секторе Которая позже была принята, она менее, так сказать, системно проработанная Но этот принцип там тоже заложен Она пока еще недавно буквально вступила в силу И пока еще не очень, так сказать, хорошо работает Даже, я бы сказал, пока вообще не работает Вот у нас нет сегодня Петра Ивановича Потому что он поехал на специальную встречу, которую проводит МОД МОД Международная морская организация И обведение государства в рыбном секторе ПАО Значит, как раз по поводу действий этой конвенции Ну, у меня в двух словах все А теперь я хотел бы пригласить Павла Михайловича Который более подробно расскажет, как это работает на практике Основные Добрый день еще раз Мы видели свои знания друг друга Мы все взяли на востоку большая часть Значит, я хочу что сказать Тема, конечно, очень такая глухопая, большая В основном Игорь Васильевич все рассказал Ну, по этому поводу я книгу такую написал Она, в принципе, единственная в мире Которая касается, значит, положения моряков на судах под узорным Значит, эта книга сейчас переводится на английский язык у моей дочери Она преподаватель университета северной доходы Преподает английский язык Она сейчас ее переводится, она будет еще на английском языке Я ее в секретаре передам кому это будет, да? Для вас, спасибо Значит, ситуация такая, что вот, смотрите До 90-го года Моряки работали Морских пароходств У нас было 17 морских пароходств Ну, вы знаете Грузинская, Черноморская, Балтийская, Восточная Приморская Все мы работали под нашим Хородным Национальным флагом Советского Союза Мы Слышали об удобных Только в школе Я помню, в 7 классе Преподаватель Я вообще там родился Преподаватель рассказывал, что вот есть Такие удобные флаги И как там плохо работается Там работают негры Там их претками избивают Там они голодуют Там они зарплату не получают И никаких прав у них нет А вот Советский Союзский Судно под Советским Под флагом Советского Союза Это действительно Мы думали Что у нас тоже Будет все так хорошо Значит, в каждом пароходстве Был комитет Клавсостава Это профсоюзная организация Ну, вот Приморского Морского пароходства Я возглавлял Был председателем комитета Клавсостава Приморского Морского пароходства Это как раз Профсоюзная организация Первичная Она замыкалась на ЦК профсоюзов Рабочих Морского и Личного клуба Но, к сожалению, в 90-х И в 91-х годах Пароходства Стали разваливаться И вот сейчас Последнее Мурманское Доживает Брошенные Российские муряки По всему миру Голодают Кричат там Нету еды Нету ничего Значит, Пароходство Наши возглавят Значит, Приморское пароходство Раньше умерло Гальневосточное Так чуть-чуть На плаву Держится, как говорится Еще С небольшим количеством Судов Российским плавом Но Основное Основные Пароходства Умерли И вот Весь наш плавсостав Который был Это очень хорошие Золотые кадры Обученные Все их Они все Перешли Работы На иностранного Дятя На американцев Бесплатно Переданы Российским Государством Для Иностранцев Этих Судовладельцев Которые Используют Как я вот Игорь Васильев сказал Удобные Флаги И вот Когда Такая масса Российских Моряков Ринулась На этот рынок Иностранный Работы Здесь Россия Нет Они Редались Куда На рынок И стали Попадать В Монголии Камбоджи И Вроде Как Все И вот Здесь То самое интересное Российский Процесс Моряков До 1993 года 1993 года Не входил Международную Федерацию Транспортных Работников И Впервые В 1994 году Наша Делегация Российского Процесса Моряков Участвовала В 37 Конгрессе В Женеве Это Первый Раз Представители России Вступили Вот в эту Международную Федерацию Транспортных Работников И стали Ее членами И в это же Время Посыпалась Куча Жалоб Со стороны Наших Российских Моряков Которые Работая На этих Судах Оказывались Брошенными Иностранных Портах Брошенными Значит Без еды И без воды И Бесследно Исчезали Значит Ситуация Такая В Греции Происходила Смотрите Вот посольство Российской Федерации В Афина В Греции Там Объявление Висит Просьба Российским Морякам Не обращаться До чего Дошло То есть Российский Моряк Который Оказывался За границей На территории Иностранного Государства Он нигде Не мог Получить Помощи Для того Чтобы вернуться Некоторые Некоторые Прогибали Там Некоторые Просили Милостя На улицах Афин Сингапура Шанхая Пекина Просто Просили Милостя Милостя работая на судне, не получили ни копейки денег. Потом были брошены в Будапешт. В Будапеште они полгода жили в гостиницах, тоже не получая никаких денег. То есть, представляете, семьи по полтора года не получали ни копейки денег. А люди были за границей и никому не были нужны. И вот я вылетел туда в 95-м году и жил три месяца вместе с этими моряками, устраивал пикеты, устраивал манифестации, устраивал международные пресс-конференции с участием «Нью-Йорк Таймс», всех-всех газет. Ну и в конце концов, все-таки я их оттуда выручил. Получил 3 миллиона долларов сам лично, пакетики. Это была целая история. Вот ту книгу, которую ранее я вам передал, которая была там, там эта история все написана. Как я их получал, как я их раздавал, как моряков с гостиницы вытаскивал. Они не хотели уходить, потому что они сказали, мы без денег оттуда не уедем. А я им говорю, так деньги у меня, вот они. Вот они с гостиницей забракодировались, я им доллары покажу, вот деньги. Автобус подвиняю, сажу моряков и в аэропорт. В аэропорт раздают деньги, и моряки улетают. Такая ситуация. Нет, я просто хочу вам сказать удобный флаг. Ну, Игорь Васильевич сказал, значит, если национальность судовладельца отличается от национального флага, который висит на корме судов, это суд добирается под удобный флаг. Ну, что такое удобный флаг и как против него бороться? Ну, вы знаете, как борются против ветряных мельниц, да? Вы знаете, как борются против проституции, да? Ну, это что-то такое, пяточка. То есть невозможно. Совсем уничтожить эту систему пока сложно и не получается. Ну, раз не получается, как говорится, бороться все равно надо. Вы же знаете, мы все равно боремся против всех этих негативных явлений в обществе. Но оно существует. И закрывать глаза наше не надо. То есть удобный флаг существует. Есть Международная Федерация транспортных работ, есть Российский процесс, и есть удобный флаг. Ну, мы знаем, что такое удобный флаг. Удобный флаг, если неконтролируемый, получается так, что судовладелец какой-нибудь российский, какой-нибудь, может быть, немецкий, поднимает монгольский флаг на своем судне, набирает российских моряков, устанавливает законы на судне, такие, такие он хочет. Сам. Хочу – плачу, хочу – не плачу. Хочу – кормлю экипаж, хочу – не кормлю. Создаю такие условия, что могу выбрасывать людей за парт. А это и есть случаи. Были, они существуют. В Владивостоке, кстати, судебные процессы до сих пор идут. Просто людей выбрасывают за парт. Неуходно и выбрасывают. То есть законов никаких. Так вот, для того, чтобы таким образом регулировать деятельность вот этих ваших хитрых судовладельцев, которые поднимают такой флаг, да, и была и создана Международная Федерация транспортных работников. И мы туда вошли. И, учитывая все длительности и обстоятельства, был создан уникальный документ «Коллективный договор Международной Федерации транспортных работников». Мы договорились с судовладельцами так. Ладно, вы подняли на удобный уклад. Мы не можем все равно фактически. У вас все законно, государство. Но для того, чтобы вы выполняли Международные конвенции и Международные законы, подпишите с нами коллективный договор. Используете ли эти флаги в Бонгольске, но вы подпишите с нами коллективный договор. Этот коллективный договор обязывает судовладельца выполнять все существующие конвенции в отношении моряков. В том числе и сводную конвенцию, которая сейчас действует. Вот смотрите, ситуация какая-то. За время существования советской власти было принято 60 международных конвенций в отношении моряков. Это и минимальная заработная плата, это и охрана труда, это и 60. Из них Советский Союз до 2013 года ратифицировал всего 14 из 60. Вот знаете, наш Советский Союз, а всего лишь 14 конвенций из 60 было ратифицировано. В Америке, знаете, 60, давно 14, хотя мы Советский Союз. По отношению моряков. В 2013 году, как я уже говорил, президент Путин подписал сводную конвенцию о том, что она была принята. То есть автоматически Российская Федерация ратифицировала все 60 международных конвенций, касающихся моряков. Вторым шагом нашего правительства должно было либо внести изменения в Трудовой Кодекс Российской Федерации, обособив там раздел по морякам, либо отдельное только приложение к трудовому договору должно быть создано в Кодексе законов о труде. Потому что сводная терминция это и есть Кодекс законов о труде по морякам, отдельный. И вот если Российская Федерация все-таки его ратифицировала, оно должно было нести изменения в Кодекс законов о труде. Но оно до сих пор этого не сделало. И сделало это. Ну, радует единственное одно о том, что, как Игорь Васильевич говорил, что тот беспредел, который существовал на судах под удобным флагом, он фактически прекратился. Из-за чего? Из-за того, что сводная конвенция вступила в силу. Сводная конвенция подразумевает, что ни одно судно в мире не может выйти из порта, если оно не имеет документы по сводной конвенции. Оно включает декларацию, часть номер 2, подписанную истинным судовладельцем с указанием фамилии милого детства, где проживает и его телефон. Это самый был больной вопрос на судах под удобным флагом. Когда мы раньше, до 2013 года, посещали суда под удобным флагом, то узнать, кто судовладелец, даже интерфон мог. Не мог. Представляете? Вот вроде бы кажется, все, да, а судовладельца нет. Имени. То есть, вот смотрите, гибнет танкер у берегов Франции, да, под удобным флагом. Тонет, перелапывается вся, все побережье Франции залито мазутом. Начинается разбирательство. Капитана в тюрьму садят, или нет, это вы знаете, да? Начинают разбираться. А кто же судовладелец? Кто должен платить вот на месту выдачи? И вы знаете, 10 лет шло расследование, судовладелец так и не нашли. Видите, какая система удобная флага? То есть, о чем говорить, если вот такие шоролки-холмсы, как говорится, интерпол могут найти в конце концов судовладельца, а как бедному моряку от работа на этом судне найти, кто же ему должен зарплату вообще заплатить? Вот вы представляете ситуацию, прибывает моряк где-то 9 месяцев работа, приезжает в находку Владивосток, да, с контрактом с этим, да, в контракте его подпись и подпись представителя. Иностранная печать стоит и подпись, да, не разберешься, что там за печать, ну, монгольская печать, там в розыске стоит, да, адрес какой-то указан, ни фамилии, ни имени, там никого нет. То есть он приходит к грамму, говорит, вот я 9 месяцев отработал, да, зарплаты не заплатили. А он смотрит, ты с кем вообще договор заключал? А вот, а что там, там ничего не разберешься. Ладно, поехали, мы в Ламбад, по этому адресу. Приезжаем, а там пустыня Гоби, то есть ни улицы, ни адреса, ничего нет. Вот такая ситуация. То есть, естественно, моряк без денег остается, это понятно. Так вот, сейчас, в 2013 году, на каждом судне, это, я считаю, большой прорыв, и это большая победа Международной Федерации транспортных работников. Что на каждом судне, независимо от флага, национальности экипажа, национальности судовладельца, должна быть вот такая бумажечка одна. Декларация, часть номер два. Где должна быть подпись истинного судовладельца? Кто платит зарплату? Где он живет? И как его зовут? Понимаете? Очень юридическое, причем, заверенное там государством флагом. Государством флагом. То есть, уже есть, кого спросить. Это уже большая победа. Но, и еще есть такая вещь, которая вам вчера говорил, там о том, что ни одно судно не должно быть, помните, да? Отплыть от берега, чтобы манеки не были застрахованы. Так это достигнут. Ни одно судно в мире не может уйти из порта, если не будут застрахованы экипаж, и не будет застрахована финансовая гарантия судовладельца, если судовладелец вдруг обанкротится. Вот вдруг обанкротился, манеки оказались в Гвинеи и Бесау, или же где-то в Никарагуле брошены. То есть, судовладелец обанкротился, в офис закрыт, а судно брошено из моряка. Так вот, в этом случае два страховых свидетельства на борту. Первое, это страхование жизни моряков, и второе, это в случае, если моряки будут брошены там, на том берегу, то страховая компания обязана выплатить морякам зарплату за четыре месяца последние, поместить их в гостиницу, кормить их, поить, привезти домой там, где они, откуда уехали. Не спрашивая судовладелец, а нам судовладелец уже не нужен. У нас есть вот такой страховой пользы. И это уже действие. Единственное, ну, как всегда, знаете, нужно сделать подчистки, там, и мы этим вопросом сейчас занимаемся. На русском флаге там совсем плохо, на российском, на судах вот иностранном флаге, чуть-чуть лучше, но не везде. На русском флаге ситуация такая, значит, судовладелец получает эти два свидетельства, потому что без них уже не выйдешь. Первое свидетельство страхования жизни Риковой, то есть он пришел в страховую компанию, договорился и купил за деньги страховой полюс, не за страховав моряка. Но страховой полюс на борту есть. Он может вкладывать и все. Это первое. Второе, значит, он не указал в контракте моряка сумму на тупую моряк страхуется. Это в обязательном порядке должно быть. трудовой контракт миликатом в случае смерти родственники получают такую милицию. Они ее не указывают. А раз они не указывают в контракте, значит, страховая компания говорит, а в контракте не указано, мы не обязаны. Мы ничего вообще не обязаны платить. Хоть и страховой полюс есть. Риковой. Они говорят, мы платить ничего не имеем. на судах под иностранным флагом получше дело, да. Но там тоже ситуация такая, что страховые полюса есть, а узнать у кого-то, если в контракте моряка не указана сумма, насколько же за страховый моряк тоже бывает сложно или невозможно вообще. То есть вот эта проблема существует. Мы с ней сейчас боремся всячески через органы, через Госдуму, через правительство это по-российскому. По иностранному флагу там борьба единственная это заключение коллективного договора МВТ. Коллективный договор МВТ включает все. Суммы страховок за смерть. Все. Я вот два дня назад подписал коллективный договор с новейшкой компанией столб танкер били. Вот неделю назад взорвался там в гусаре очень сильно, да. Так вот у них 135 танкеров под удобными флагами, да. Вот коллективный договор как книга вот такая. Там, я не знаю, страниц может быть 100 иностранных детей все. Там все расписано. Там все полное это самый лучший документ который защищает наших маникул. Вот под этим коллективным договором работают 500 наших находкинских маникул. и все они защищены пол международного по международному как говорится и правилу. Вот это уже конечно хорошо. Ну а еще хочу сказать, что из вот если к примеру 100% взять весь мировой флаг, то половина из него это суда под удобный флаг. из 100%. Всего входа мирового половина под удобным флагом. А из этой половины под удобным флагом половина имеет коллектив гидроговора сайтеев. А половина еще открытая. Но нас радует только то, что сейчас все валихи страхуются, все судовладельцы имеют ответственность. И мы их можем узнать. Придем на судно под маникулским флагом открываем декларацию сеть 2. А там написано хоть и судно под мангольским флагом, а судовладелец Иванов Иван Васильевич. Владивосток улица там такая это телефон. То есть мы уже знаем кто он. Который можно в прокуратуру прийти его возьмут и спросят. Это уже наша юрисдикция. Так что в принципе сдвиги есть огромные но и работы тоже очень много. Так что мы продолжаем в плане работы. Если есть вопросы спасибо. Владимир Михайлович, нельзя вопрос спросить. Скажешь, что вы судовы потеряете неделю. Ну я хочу сказать, книгу, которую я передал, там написано, что если взять с момента начала образования нашей организации, это 1994 штуки год, то не восточная региональная организация прозревалась. С 1994 года по сегодняшний период мы проверили более, ну может 600 судов. из них арестовали у хвоста в находке и в других портах мира, включая Стокгольм, там и другие порты Афины, там другие порты. Где-то у хвоста мы арестовали и взяли суда владельца долг по зарплате. А морякам вернули за эти 20 лет более 20 миллионов долларов невыплатенной зарплаты. Это в основном судов под удобную форму. судов под удобную форму. А вот за 9 месяцев этого года сейчас отчет опубликован мы проверили где-то уже 65 судов под удобную укладу именно. 40 судовладельцев мы направили нотисы на начало переговоров по коррективному договору. Ну естественно что встречаясь с моряками фактически ну можно сказать почти развитие получается мы выезжаем сюда встречаемся с моряками рассказываем о удобном флаге проверяем у них наличие декларации наличие страховых свидетельств если их нет вообще то мы судно задерживаем это портрет оно не должно ходить уже оно не уйдет если у моряков есть задолженность по зарплате если примеры до 2013 года для того чтобы задержать судно в порту нужно было подать иск в суд суд должен был вынести решение по этому решению мы арестовывали пароход и взыскивали с монгольского судовладельца зарплату ну потому что имущество держали он не уходил то сейчас достаточно позвонить капитану порта с борта судна и сказать что на этом судне есть задолженность по зарплате он дает команду отход не оформлять судно будет стоять до тех пор пока зарплата морякам не будет выключена сейчас проще решается эти проблемы и очень здорово такого как говорится не было любой национальности любого флага припуск на порт увидев задолженность по зарплате увидев постельное нарушение судно арестовывается сразу до тех пор пока все замечания не будут выполнены так что в принципе проверка идет такая интенсивная постоянно у нас под присутствием главный технический инспектор Галинин восточно-региональной организации жеребцов Валентин Владимир он возглавляет эти инспекции он проверяет эти все суда так что и кроме этого второй у нас участник капитан дальнего плавания Миросниченко Виталий его помощник да он тоже значит в составе этой комиссии он проверяет эти работы так что в принципе да действительно работа по борьбе с удобными флагами продолжается борьба продолжается но они будут и мы никуда от этого двинемся нужно просто создавать такие условия что если судоводительность нашла возможность поднять удобный флаг то мы должны заставить этого судоводительства подписать с нами перспективный договор мы говорим хорошо мы не против что вы поднимаете удобный флаг но вы подпишите с нами перспективный договор если вы подписали то хорошо если не подписали мы вас вносим черный список по портам мира работает 130 инспекторов Международной Федерации транспортных рабочих которые начинают интенсивно проверять это судно которое например ушло с находки и выполнено нашего требования подписать коррективный договор его начинают цеплять в каждом парту и в конце концов добивая до того что судовладелец подписывает коррективный договор и мы работаем с ним есть еще вопросы есть да вот у меня уточняющий Николай Николаевич скажите а если судно работает по национальной складе часть коллективного договора ниже переноси так что под российским флагом работает относительно российского флага существует отраслевое тарифное соглашение на эти да и все судовладельцы в принципе должны ну кто не отказался официально должны входить в этот подраслевое и должны выполнять все то что написано в этом флаге соглашение это как закон да это так никто не отказался да никто не отказался значит они должны выполнять ну как вы знаете есть отклонения не выполняют те более добросовестные судовладельцы они выходят к нам на коллективный договор подписываются российским профсоюзом моряков под национальный договор такие есть да ну а есть продолжается также есть те которые избегают выполнения отраслевое и избегают подробнее подписывать но мы с ними как говорится проводим работу на них можно оказывать подобное такое же давление вот вы наскажите про так через проверку спекторов там так же как это делается в отношении удобного подвода ну знаете что мы договариваемся с нашими коллегами в Японии во Вьетнаме там в развитии государства вот у нас через два дня будет начнется саммит в Ханой во Вьетнаме саммит морских профсоюзов стран азиатских регионов это как бы национальный такой не подойдет киев а именно национальные профсоюзы собираются вот этих стран для того чтобы как раз позвониться каким образом воздействовать на судовладельцев под национальным планом вот как ваш вопрос выбирает каким образом то есть мы можем договориться с японцами можем договориться с корейцами сказать что вот этот судовладельец он в принципе не хочет идти на сотрудничество нарушает право моряков не выполняет интервенцию ну попробуйте они начинают у них единственный путь какой-то ну законодатель они посылают паркового инспектора парковый инспектор находит кучу замечаний судно задерживается его начинают там до тех пор пока пока он да жалоб ну понятно жалоб жалоб даже вы хвастаете даже даже наши моряки могут и в Японию пожаловаться и в Корее и в стране у нас такая же практика нам пишут моряки например сург и славя еще так и так у нас продуктов нет долг по заплате мы не называем фамилий никаких обращаемся к администрации код куда они запроют обязательно проводят проверку то есть такая если мы обращаемся обязательно проводят проверку если там действительно мы на 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 обычно ну сейчас у нас контакты очень хорошие очень хорошие контакты со всеми руссоизами стран азиатской и океанской регионы очень давимые с ними решаем все эти вопросы так что где-то мы послезавтра планируем выкат и начать работу по защите интересов российских коллеги товарищи есть вопросы спасибо 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 спасибо